Так, шестое число февраля. Утро. Вот тут что происходит на кухне. Знаете, Иханыч, платочки стираете свои? Да, я выпросил тут мне кастрюлю одна такая, она одна такая желтая. Ну я внею воды, когда бывает насморк, и кипячу. Кипит там сколько, хоть час кипит. Пол кастрюли, вот у меня накопилось за месяц 4 платочки, но у меня их побольше, около десятки есть. Ну и все, мылом обыкновенным, промыл, после этого опять наливает еще меньше воды. Теперь второй раз обмываю, уже когда их простирал, выливаю еще раз горячей воды, на три раза все. Ну, воды сколько ушло? Ну, меньше, нападают они, люди не знают, что экономия воды должна быть. Вот помыл. Это сегодня у нас шестое, по-моему. На шестое, говорят, событие такое было, что президент нынешний Владимир Владимирович Путин должен официально объявить, что он, ну, готов к избирательной кампании, там как бы зафиксированной. Вот так. Ну, дай Бог, чтобы все было как Богу угодно. Кому? Мы сейчас тут рассуждали, у нас тут ситуация такая, был человек один, потеряет карман малыш с Украины. И все принимал, все надо там, приехал, радовался, помощник, работяга настоящий. Особенно поваленные тополя перед глазами стоят. И вдруг в один день изменить. Все. И неверующий батюшку, и подозрение очень сильное. И мне пишут об этом, что это очень хорошо подготовились, там, как это спецназ готовит, на Украине, так это, для разрушения. Он все перевернул, и политические системы, все, и паспорт сжигает сразу. И ничего не надо, регистрироваться не буду, он понимает, что строил, все это бросить придется. И его за руки выведут оттуда, как, без гражданства, незарегистрированный. И вышел исповиновение, и батюшка на меня начал, на меня просто особенно сильно нападает. Зачем? Роман, может, видимо, именно Роман, паспорт не дает, он нигде не записан. Может быть, не Роман, а Иван какой. Мы даже уже это не знаем. Ну, мы обязаны сообщить властям, что вот такое дело, из-под контроля все вышло. И чтобы нас не обвинили, что мы тут приют делаем беженцам каким-то беспаспортным. Никак нельзя, это обязательно мы должны. Ну, порядок такой, собрание должно пройти, даст разрешение. К внешним нельзя жаловаться. Тут темно, вас плохо видно, Тихоныч. Да, ну, а что тут видно? Видно вот так? Так, да. Я говорю об этом. Ну, и вот сейчас я говорил об Украине. Вот этот человек отсюда, Роман, малыш или не Роман, я вообще все сомневаюсь. В один день все перевернуть. Я не... он совсем кого-то где-то ищет, он знать никого не знает. А может быть, заранее уже заготовлено было, там тоже человек откликается. Ты как священник, он никому не говорит. Ну, а дальше-то... дальше ничего не получится. Потому что закон государственно нарушен. И он... Если бы он думал жить, чего бы ради. Такие добрые отношения были. Его все просто любили. И подняться на меня, поднять на пяту, ел хлеб, спал здесь вот это вот. Вот покажи где. Это вот его кровать была. Так и на Романово кровати останется. Ну, второй этаж, но неважно. Он тут доволен был. В один день все. И броситься, и набрать... В один день набрал кучу, действительно. Как это... Вокруг собрались его там, и просто как бесенята какие-то. Ругаются, и всякую пахость говорят. Да ты давай там, а мы наступать будем скорченной... Ребятишки. Играет когда в войну. А мы вот там оттуда-то... Один будет в Барнавуле, будет принимать только сведения. Давай. Ты лучшая замена, Игнатию Тихоновичу. Ну, то есть сценарий разыгрывается. Прям на глазах такая... Но это жизнь человеческая играется. И сразу они помогают выявить недругов. И вот там какой-то вчера с Сергеем Козловым беседует с парализованным Андрющенко Юрий. Фамилия-то какая-то... Фу. Дресливая. Потому что на меня всякая... Может быть, он и не Андрющенко, и нарочно, чтобы меня, говорится, задеть за живое. Я от корки до корки прослушал больше часа. И Сергей его не может вывернуть. Он опять к Игнатию Лапкину там-то делает не так. Ну, не так делаю. 15 роликов каждый день. Там и Златоуст, и насчитанные Библию. И выдумок нету. А его никто не знает. Сидит такой темный, недовольный. Там остриженная борода. Бородка там как будто маленькая. Не знаю. Я ездил, говорит он, везде в монастырях. Кучу монастырей знает он. Кучу монастырей. Такое выражение это вообще запомнить надо. И нигде не нашел покоя. Ну, все помойки обошел. Как будто вот пес какой-то. Я сравнение делаю. Не с монастырями, а с шатохами. Такие собаки беспривязные, называются шатохи. И он нужен и сравнивает меня с Кузнецовым Дмитрием. Ой, тот тоже что-то. Ну, тот еретик. Все отбросил, ничего нету. Воюет против православия. Все разрушить надо. Ну, что ты. Такие ли были разрушители-то. А сам богохольный такой был, богоматерил этот. И говорят этот, ну, Кузнецов-то. И в него тогда уже вошел бес. Они ему прямо говорят. В это время в тебя вошел бес. Ему даже этот Андрющенко говорит или Сергей. Я прослушал, ничего нет. А Сергей умница. Как он его разворачивает и не может повернуть. Минута разговора, это больше часа. Сейчас 20, наверное. И Игнатий, и такой, там опять начинает судить. Да кто же тебя оставил судить-то? Ну, ты можешь судить, когда что-то маленько умеешь. Хоть маленько что-то. Ну, нету, даже процента нет того, что у нас делается. А я сидел и себя так закрою. Я не могу просто улыбку сказать. Один дома был и слушаю. Ой-ой-ой, куда жизнь людей тратится-то? Ой-ой-ой, пустота, пустышки. А Господь показал, как наполнить это до краев. До краев, как Евговорит, переливается вином все. Вот мы сегодня, события дня, 770 уже. А кто-то подсунул, так сказать, Колесникова, Николая Иоанна. Мы родители, дети нам направили, нам нравится. Вы сделайте, чтобы каждый день было свежее. Я сделаю. А мне говорят, да это враги, сказали. Я говорю, я молюсь за этих врагов. У меня столько сокровища каждый день. Я каждый день выставляю. Выставляю еще 40 минут. Это 40 минут. Только почту. И почта это малая часть. Повторяю, малая часть. Значит, мы полные, как сосуд, наполненный вином. И вот сегодня, 6 февраля, ведь какие данные. Вчера отвезли Василия домой. У Сергея был. Пока ролики выставляю. Потом это последнее. Заснято все. Можем показать. Вот так. Собираются какие-то люди из Санкт-Петербурга, из других мест. В прошлом году с Италии был. Человек принимал крещение. У нас все время идет движение. Да, нас мало. Да, ну, наши правила такие, что вообще ни одного не могло бы быть. Я как-то в краю администрации говорил. Я говорю, у нас правило какое? Чтобы человек доказал, что он не лжет. Доказал. Не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Он говорит, у нас в администрации ни одного такого нет. Статистика вся эта врет, говорит. Тогда, правда, это было при Евдокимове Михаила Сергеевича. И вот здесь это, если с малышом Романом коснулось так. Первое, но в Словении было ложь. Обман. Принят был как православный. Православный. А теперь патриарх-еретик. Путин все-таки антихристы. И землю занимает, которая Российская Федерация незаконна. Это вообще. Даже обалдеть, говорит. И то слово не пойдет. Россия занимает территорию ей непринадлежащую. А чья эта территория была? Крым не принадлежал Украине никогда. Это бесноватый Хрущев Никита Сергеевич. Отхватил день рождения Нине Петровне. Крым всегда был русским. Посчитайте, как там Пирогов Николай Иванович, хирург, делал операции. Там, говорит, рядом два огромных чана стояли всегда наполненные отрезанными частями. Крым никогда не был иным. Он был русским. А татары были. Ну, завоеванно считалось добычей. Всегда так было. Украина ничего не завоевывала. Она сама завоевана была. И вот я сегодня начал это все. Постирать платочки. Стираю, а сам вспоминаю, вчера этого Андрушенко слушал. Он не может никак. Он выворачивает и выворачивает. Вот. Я бы мог даже сейчас подойти и показать, может быть. Подойди, может, я его найду. Как это его найти-то теперь? Как вот найти? Я делаю так вот. Выдвигаюсь. Ютуб. Дальше. Вот теперь выставляю слова такие. Беседа. Беседа. Вот видишь, у меня буквы лишние. Потому что пальцы цепляют две клавиши. Я много лет работал на Украине. Беседа Козлова с Сергеем Андрющенко. Ну, есть или нет. Беседа Козлова с Андрющенко. Где это? Ну, заходите вот сюда. Дальше. На канал Сергея Козлова заходите. Вот сюда. А, вот где Сергея. Парализованный. Вот она где. С Юрем Андрющенко. Вот он где. Андрющенко. Вот интересно как. Представлюсь, наверное, да, Сергей? Ну, я понял вас. Юрий зовут. Ну, да. Кто вы вообще? Что за повод? Что за повод? Так. Ну. Так. Ну, то есть, зачем пришел ты? Какой повод? Он повод скажет какой. Игнатия, помоги нам разобрать или свалить. Смысл-то какой? Ну, смотрим дальше. Вот смотрите на него. И Сергей Умнисов. Парализованный, как он ее отбревает. Это сейчас 25. Ну, почти полтора часа. Парализованный христианин. И головой мотнул ты. Он никакой не христианин. По поводу, он даже никакого отношения не имеет даже к секте ни одной. Полтора часа мусолится на одной теме, под меня подкапывается. Ну, какой же ты христианин-то? Там ничего нету. Всю жизнь по монастырям или где там по... Скитался, кучу монастырей знает. Но для того интересно. Вот слушаем дальше немножко. Хорошо, наверное. Вечером в 95-м году. Ну, вот такой, скажем. Я наблюдаю... Ну, не то, что наблюдаю. Смотрю канал Лапкина, Геннадий Семенович. Где-то уже три. Если не больше года. Очень я проникся, так сказать, вот этой идеей. Оселение православное, всего прочего. Ну, я даже вот этот год, это лето. Было огромное желание туда поехать на крещение. Потому что я вот так же, ну, как и все остальные, принимал это плевание. И, в общем, его слова о неправильности крещения у меня очень сильно убедили. Долго я, ну, метался между этим решением. И хотел уже в этом году поехать. Ну, ряд обстоятельств отвело меня от этого. В итоге... Почему я про Романа первый раз-то спросил? Да, вопрос, да. Ну, я мог оказаться в его ситуации. То есть мне нравилась потерявка. Я хотел это все... Как бы научил видеть и так далее. Ну, и дальше, прослушайте, возьмите. У нас времени нету о православии Сергея Мандрюшенко. И этот человек, Сергей, он уговаривает его, говорит ему, а он ничкак не может. Он как одержимый. Опять разобращивает. Ну, при чем тут Лапкин? У вас какие-то свои вопросы нет. Да я вот с Кузнецовым Дмитрием, вот это тоже там. Он говорит, вот разрушитель. Он все отверг. А Лапкин видит это же недостатки. И говорит, в православии надо трудиться и исправлять. Ну, разница есть или нет. Да даже сравнивает ничто. Он ничего не понимает. Злоба, как все этот Исидор Пилосиот говорит, предвзятое мнение, что не дает здравого мышления. То есть заранее настроено. А злоба вообще отнимает разум. Как глухонемые показывают. Вот так вот. То есть безумный. Это жест означает дурак, дурень. Пустой головой пришел. Стерто все. И вот он сидит. Сейчас 25 минут и 22 секунды масолит меня христианин. Вот вы прослушайте сами. Я один сидел дома и не мог сдержать все. Сейчас 22 стоял на коленях. Я плохо слышу, что было у динамика. И слушал его. И смотрел на него, как он говорит. Как очки блестят квадратные тут. Ну, что же он пришел к Сергею? Он первый раз его видит. Я христианин. Он ни Христа не знает, ни Евангелия, ничего не знает. Ну, маленько. Ты не один год смотрел наши ролики. Ну, ты же понимаешь. 9600 роликов. Вдумайся в эту цифру. 9600. 600. Это не спички в коробке. Это проповеди. Сейчас мы смотрели, вот сегодня, там, два часа, там, златоуст насчитанный, жития святых, там, час 50 минут. Ну, ты пришел, ничего нет, пусто. Бублик. Ничего нет. Значит, моя личность притягивает их к себе. И во свете то, что Бог дает, через меня Господь делает. Это не мое. Они видят, у них ничего нет, тьма. Город на вершине горы увидели. Меня Бог избрал на это. И я старался делать. Вот он старался. По монастырям я сделал. Сколько спишь? Один вопрос. Ты старался себя в этом укоротить? У меня сон был 2,5 часа в сутки. И за всю жизнь жена меня не видела лежащим. Чтобы днем я ложился. Ну, как? Мне нигде не давала власть работать. Нигде. В одном месте 2 часа был. Только крикнули. Я пришел на работу, второй этаж. Отдел кадров. Иди сюда, баптист. Я подошел вот так вот, трудовую мне выкинул. Ну, уходи из-за двора. Все. Это я наработался. И меня устроить. Это все КГБ меня гоняло. Хорошая советская власть. Ленинская. Людоедская. И меня не могла милиция нигде устроить. И милиция ничего не могла сделать. И тогда только одно нашли. В неведомственная охрана при милиции Железнодорожного района города Барнаула. Я там работал. В неведомственной охране только. Дальше никуда. А я прораб. У меня образование. В 20 лет у меня 250 человек было и 6 объектов. В органах МВД работал. В строго режимном лагере Плишкина. В Иркутской области. Это до армии еще. А после этого меня нигде не добавили. Потом пенсия мизерная. То есть ниже моей пенсии нету в Российской Федерации. Вот она недавно была 6253 рубля 13 копеек. Сейчас там тысячу добавили. Так я еще репрессированный. Еще льготы есть. У меня 35 лет стажу. И минимальное. Ничего живем. У него-то ничего нету. Сколько спал? Я два с половиной часа. Два с половиной часа в сутки. Ну как это? Постепенно доводил. А какая работа? На работы физической, на стройке. На стройке там все. И полы настилать, и бетонные. У меня все время работа была. 280-300 процентов. Трех мужиков. Ну теперь покажи. Ничего нету. А теперь посмотри наше сокровище. Зайди на сайт. Ты ужаснешься. Никто не поверит. Никто. Что это можно было сделать одному человеку. Это невозможно. А как благодать? Я говорю одному невозможно. Всегда находятся друзья. Он пришел. И теперь начинает. Как все. Что погадить. На мою колокольню помочиться. Как это про Льва Толстого говорю. Они вокруг моей колокольни бегают и подвизгивают. А Сергей лежит. Шевельнуться не может. Прослушайте. Очень полезный. О православии с Юрием Андрющенко. Ну вот послушайте, что он тут. Андрющенко-то сделал этот. Я его не трогал. Я его не знаю. Ни разу не беседовал. Да и не буду. О чем он говорит. Не верлющий. Человек утопающий в злобе. Злоба вообще отнимает разум. Отнимает. Стерта память. Одна коробушка. И он пришел. И все. Там сделал так не так. И ни одного слова правильного нет. Все обман. До этого нападали. А вот ты на патриарха говорил. Патриарх. Да это там святость такая. Святейшее святейшество. Я еще нападал. Я говорил ответ его неправильный. Но когда патриарх побыл в Гаване и вернулся. Теперь нападает. А я теперь говорю. На что нападаете-то? Что он сделал плохого-то? То есть мне истина, справедливость дороже всего. Истина. Патриарх ничего не сделал там. Ну там поцеловался. Благословились друг у друга. Я не знаю. Обнимались. Что говорили-то ничего неизвестно. Да вот, а католичное. Да католическое все уже давно у нас. Бритые сидят. Сочельники стоят. Гомоксуциализм также есть. Крестят неправильно. Уже все католичное. Все дурью там айтиста. А там Лонгин. Ну Лонгина тоже что спрашивать. До Лонгина дожить надо. Там форпост картина показывает. Там около Румынии. Михаил Жар. Его фамилия была. К нему перенавляться надо. Это не Диамид. Они мне писали. Но я сказал, что. Я попутно говорю. Я сказал, вы монастырь-то распустите. Это Лонгину-то. Пошлите. У вас есть румынский язык, знают украинский, русский. Ну оставьте стариков, чтобы там. Которых сирот-то набрали-то. Господь разве повелевал, чтобы монахи или верующие набирали там сирот где-то. Сидели. Он говорит, идите по всему миру. Даже это ваше добро. И оно все время в пелене заката. И вот он нападает, нападает Игнатий неправильно. Да как патриарх. Да он и так все. Игнатий меняет мнение. А почему нет? Человек меняется и я меняю. Вот у нас в городе был мэр города Баварин Владимир Николаевич. Парторг моторного завода. Это все знают. А потом избрали мэром. Раз за разом его берут. Входил в десятку лучших мэров России. И у меня близкие отношения с такими людьми. Он приезжал к у меня на... Здесь был не один раз. Тоже голубятник. При нем я получил вот эти здания. И тоже. А, ты. Фотографию. Мы целуемся с ним. Обнялись там. А вы с коммунистами братаетесь? А он не коммунист уже. Не коммунист. Да вы откуда знаете? Я говорю, по глазам вижу. Меня не надо учить. Я с народом. Я с детьми. В университетах. Только в одном 18 лет вел занятия. Во всех отделах милиции в городе 5 районов. 5 отделов милиции. Городской УВД и краевой. Я в них вел занятия. Но занятия, но мне лет 15. Никого больше не допускали они. Так я выходил по заказу еще тема. Экстремизм. Приезжают и говорят. Экстремизм. Вы могли бы сказать, что у меня темы... Я могу примерно сказать. 123 темы в заготовке. 123 темы. Три радиопрограммы вел. То есть я с людьми общался. Не за кутки сидел. У него-то ничего нету. Он умрет. Ничего нету. Интересно, одно есть стихотворение. Он хотя и прозаик считается там... Пешков. Горький взял себе псевдоним. Алексей Максимович. Его Максим Горький. И он говорит. А вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут. Ни песен про вас не споют. Все. Вот это ответ. Поэтому вот сегодняшнее утро. Коротенькое такое. И сколько мы уже все это сделали, записали. Враг делает. А там все на пользу будет. И тут люди-то понимают, что Сергей он пытался двигать. А Сергей никуда не свернулся. Слушает лежит. И в таком положении у Сергея этого ума вообще не должно быть. А он с здравым умом, с чистым умом. Да вы тоже против Игнатия говорили. Говорили. Меняются мнения. Неправ был. А вот Андрусенко там, вы с ним беседовали. Они еще не знают, что я Андрусенко написал. Я говорю, вы с Сергеем Козловым сейчас договорились. И на меня нападайте. А я буду это объяснять. То есть самые такие злободневные обвинения против меня. Они даже это не знают. Я теперь могу раскрыть. Сергею потом пишу. Сергей, пожалуйста. Побеседуй с Александром. И там, что на меня люди говорят. А вы так нападайте, чтобы не в накале это сказать. Они даже не знают, что это сценарий был такой. Сценарий. Спросите Андрусенко, что я говорю. Правду или неправду. А он-то на полную глотает и не понимает. Так они меня что, свалили? Нет. Они остались при мнении том, что я во всем этом, что говорю, прав. Прав. Потому что у меня вчера только днем было сколько встреч. Ну, по полной программе смотреть, то только с пятью генералами. Ну, вот так. По полной программе-то. Она пониже, конечно, по статусу принимали-то. А везде пришлось писать на генералов. Генерал-лейтенант, генерал-майор. Что и знают вас? Да бог и знает. Но встречи жаждут все. Так что, маленькое утро. Сегодня шестое. Так. Минутку сейчас еще посвящу один раз. Посвящу сюда. На голубей. Покажи, как они там. Вон она сидит. Это он сидит сам. А она где? Она вылетела? Вон она. Вон она сидит. А там утренние мационы. Они вылетают. Кошек я под пол запираю. Они сейчас летают около часа. Потом я закрываю. Картоночкой здесь закрыто будет. А тут кошка спит у меня. Все на этом. Во славу Божию.